Последняя запись в трудовой книжке у Светланы датируется еще 2015 годом. Тогда жительница города Гродно пробовала себя в вязании жгутов на радиоволне. По семейным обстоятельствам женщина уволилась, а нового места работы за два года так и не нашла. Говорит, на поля в СПК «Нива-2003» приезжает и весной, и летом, и осенью. Свою фамилию Светлана хоть и не называет, но на камеру общается охотно. Если тяжелые камни, что неподъемные, приходится поднимать все подряд. И мелочь, никуда не денешься. Шутки бывают. Не без этого. Тяжеловатая работа, конечно, по полю ходить. Работала и на креветках, на магнитоле, на жгутах, и потом пришлось уволиться. Потому что бабушка попалась инсультом, и отец в течение месяца пришлось уволиться, а теперь не получается устроиться на работу. Без образования, опыта и дополнительных навыков – таковы основные характеристики тех, кто хочет найти работу. Один из вариантов для них – сезонные работы. На полях сельхозпредприятий можно зарабатывать по 10 рублей в день. Хочется больше, но в их ситуации, признаются люди, и это хорошее подспорье. Помощники нам нужны. У нас начинаются весенние полевые работы. Мы, вот это наша сторона, сапоцкинская, как мы называем, очень богато на камни. Очень богато. И мы ни одно поле не можем посеять, если не уберем камни. Всего в Гродно на такие работы ежедневно отправляется порядка 250 человек. Пока одни нетрудоустроенные собирают на полях камни, другие занимаются наведением порядка в садах. В саду, чтобы получить хороший урожай, надо постоянно работать. То есть мы закончим уборку веток, нам надо оперативно подправить все колышки, подвязать деревья. Параллельно с обработкой от болезней мы ведем обработку от сорняков. То есть надо убрать все поросли возле деревьев. Поэтому здесь постоянно до осени очень много работ. На общественных работах в основном трудятся мужчины. Многие из них поменяли не одно место работы, однако официально закрепиться им так и не удалось. Содержать семью помогает именно такое, пусть и временное, трудоустройство. Работы ежедневные, расчет в конце недели. То есть люди неделю отрабатывают, в конце недели получают расчет. Аналогичные работы у нас организованы в городе. На сегодня три хозяйства. Два УЖРЭПа, Ленинский и Октябрьский, работают. И специализировано автомобильное хозяйство. Уборка территорий. На поиски высокооплачиваемой работы уходит время. К тому же, как правило, работодатель ищет квалифицированных специалистов с опытом работы и хорошими рекомендациями. Общественные работы для таких, как Светлана, как спасательный круг на рынке вакансий. Анна Чко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.